Всем привет, с вами Лурк и рубрика в 4 утра. Для тех, кто не в курсе, объясняю. Рубрика в 4 утра создана для того, чтобы отвечать на самые странные и не очень вопросы, которые приходят в голову в 4 утра. Когда ты лежишь в кроватке и тебе не спится, ну это я думаю всем знакомо. Сегодня я отвечу на такие вопросы как Почему Третий Рейх называется Третьим? Где Второй и Первый затерялись? Как работает кэшбэк? Как незрячие люди видят сны? Почему вот этот символ, ну собака, так называется? Почему люди чокаются? Ладно, погнали отвечать на вопросы. Также я призываю подписаться на канал тех, кто не подписан, а также написать в комментарии свои бредовые и не очень вопросы. Начнем по порядку. Почему Третий Рейх называется Третьим? Где Второй и Первый затерялись? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к истории. Рейх – это древнегерманское слово, означающее государство. Под термином понимали ряд земель, подчиненных одной власти. С укреплением немецкого государства в средние века Рейх стал синонимом империи. В средние века существовало хеалистическое учение о трех Рейхах в истории человечества. Бога Отца Ветхозаветная эпоха, Бога Сына Современная эпоха и Бога Духа Святого, грядущее тысячелетнее царство мировой справедливости. Аллюзией на это учение являлось возникшее в 1920-е годы представление о трех Рейхах в истории Германии. Так вот, ближе к делу. Первый Рейх, он же Древний Рейх, это Священная Римская империя германской нации с 962-го года по 1806-й год. Второй Рейх, это Кайзеровская Германия с 1871-го года по 1918-й год. Ну и Гитлеровская Германия, это Третий Рейх с 1933-го года по 1945-й, ну как вам известно. А теперь давайте я немного расскажу о всех трех Рейхах. Первый Рейх, он же Священная Римская империя, появился после завоевания Италии королем Оттоном I в 962-м году. После этого немцы объявили себя преемниками Великого Рима. Позже Священная Римская империя была переименована в Австрийскую империю, которая действительно завоевала большую часть Западной Европы и была сильнейшей мировой державой. Рейх в то время ассоциировался с империей, многие государственные органы и звания получили эту приставку. Например, Рейхстаг, орган законодательной власти. Рейхсштабт, имперский город. Рейхсмаршал, высший офицерский чин. Ну и так далее, вы сами знаете. Просуществовал первый рейх до 1806-го года, пока не был разрушен Наполеоном Бонапартом. Второй рейх, он же Германская империя. Этот период относится уже к Пруссии. Империя сложилась в 1871-м году стараниями Отто фон Бисмарга, канцлера Германии. До этого Пруссия одержала ряд военных побед над Австрией, Данией и Францией, что обусловило экономическое укрепление и территориальное расширение королевства. К началу 20-го века империя начала осознавать, что в отличие от других мировых держав, у нее почему-то слишком мало колоний, да и в целом живут они как-то скучно. И Германия начала войну за передел мира. Эта война вошла в историю под названием Первая мировая война. Кстати, до Второй мировой войны Первая называлась Великой войной. Эту самую Великую войну Германия с треском проиграла. В связи с этим Второй рейх перестал существовать в 1918 году. Третий рейх, он же Гитлеровская Германия. После обидного для немцев поражения в Первой мировой войне, жизнь в Германии стала очень трудной. Бедность, огромные государственные долги, разруха, социальная напряженность, ну и так далее. Так продолжалось до прихода к власти Гитлера, который вселил надежду немецкой нации на светлое будущее, основанное на исключительной богоизбранности немецкого народа. Фюрер пообещал людям улучшить жизнь, поднять благосостояние, найти всем работу, вывести страну из кризиса. И да, у него это получилось. Поначалу так все и было. Строились знаменитые немецкие автобаны, промышленность возрождалась, даже армия стала возрождаться. Параллельно Гитлер пояснял всем, что немцы это супернация. Все трудности лишь временные и впереди всех ждет процветание. Столь красивые речи вкупе с реальными делами привели его к всеобщей любви. Ну а затем вы и сами все знаете. Третий рейх перестал существовать в 1945 году, после поражения во Второй мировой войне. Четвертого рейха уже не будет, так как он не вписывается в учения о трех рейхах от 1920 года. Да и слово рейх в середине 20 века основательно подтерли. Вместо него немцы теперь используют бунт, что переводится как федеральный. Например, не рейхстаг, а бундестаг. Или рейхсвер превратился в бундесвер. Ну вот, пожалуй, и все на эту тему. Так, с рейхами разобрались. Давайте следующий вопрос. Вопрос о том, как работает кэшбэк. Тут все предельно просто. Понять систему вам будет очень легко, если вы уже когда-то работали с партнерскими программами. Сейчас объясню подробно. Ладно, это я работал. Решили вы, например, запустить свой интернет-магазин по продаже ковырялок для пупка. Создали сайт, наняли умельцев и вперед. Только вот откуда брать клиентуру, пока неизвестно. Можно, конечно, обходиться своими силами. Использовать сарафанное радио. Пробовать бесплатные и платные методы привлечения людей. Но в таком случае высок шанс, что вы попросту уйдете в минус, если у вас нет опыта в маркетинге. Опять же, можно нанять спецов по рекламе, но им придется хорошо заплатить. Да и это не гарантия результата. Действительно, хорошие спецы берут очень дорого. Самый правильный путь для быстрого развития – создать партнерскую программу и рассказать про нее интернет-сообществу. Например, вы будете готовы платить 15% от стоимости заказа тому, кто привлечет клиента в магазин. Такая система сотрудничества выгодна. Веб-мастера полностью берут на себя рекламу вашего магазина, а вы можете сосредоточиться на улучшении качества сайта, ассортимента, дозвона до клиентов и так далее. Но кроме веб-мастеров, предложить вам сотрудничество может кэшбэк-сервис. Кэшбэк работает просто, как два пальца об асфальт. Он заключает партнерские соглашения с максимальным количеством магазинов и размещает страницы под них на своем сайте. Далее, все люди, которые с кэшбэка переходят в магазин и что-то покупают, приносят прибыль магазину, а также самому кэшбэку. Магазин выплачивает определенный процент кэшбэку за приведенного покупателя, а затем кэшбэк выплачивает процент вам. Все просто. Что касается надежных кэшбэков, тут я могу порекомендовать вам сервис SmartySale. SmartySale это сервис умных покупок. Преимущество этого сервиса налицо. Высокие ставки по кэшбэку в большинстве популярных интернет-магазинов. Минимальная сумма для снятия, она практически отсутствует. Мгновенная выплата удобным способом от пополнения мобильного до вывода на карту банка. Также этот кэшбэк начисляет вам средства в валюте в вашей покупке. Короче, ребята, рекомендую именно его. Прошу воспользоваться именно этим кэшбэком по моей ссылочке в описании к ролику. Так вы поможете мне развить канал. Давайте следующий вопрос. Как незрячие люди видят сны? На этот вопрос никто не ответит лучше, чем обладатель этого недуга. Сейчас я покажу вам отрывок со стрима, где Вадим, так зовут моего гостя, рассказывал о том, как живется в России слепым. Если вам интересно, я часто провожу стримы в формате живого интервью. То есть интервью проходит в прямом эфире, и вы можете сами задать вопрос. Заходите, если будет желание. Все анонсы вы можете найти в моей группе ВКонтакте. Ссылочка в описании. А теперь ответ на вопрос. Как видят сны незрячие люди? Такой вопрос. Что для тебя является с нами? Видишь ли ты сны? Да, естественно. Сны для меня это совокупность ощущений, таких как запахи, прикосновения, вкус. Это может быть разные. Да, то есть это голос, это звуки просто. Но отсутствуют при этом зрительные какие-то моменты, но есть все прочие. А ни разу не было того, чтобы прям снилось что-нибудь прям со зрением связано? Ну, типа, чтобы ты видишь что-то? Было, было. Наверное, это были воспоминания из прошлого. Все-таки я же когда-то видел, и какие-то обрывки были. Но для меня это было давно, и сейчас для меня это, в общем-то, непонятно уже. То есть мозг же он забывает, что не развивается, то атрофируется же. Да. Правильно? Да, да. И как бы эти воспоминания, они зарыты где-то глубоко-глубоко в сознании. Возможно, под гипнозом можно было бы меня до этого как-то, чтобы я вспомнил. Но вот во снах уже не приходит. Думаю, вы получили исчерпывающий ответ. Теперь следующий вопрос. Почему вот этот символ называется собака? Ответ на этот вопрос очень интересен. Для начала хотелось бы отметить, что собака собакой называется только в Рунете. В англоязычном интернете, откуда, собственно, к нам и пришел этот символ, он имеет другое название и звучит как Commercial Art. Но согласитесь, такое название русскому уху кажется совершенно бессмысленным. Название должно быть таким, чтобы его хотелось запомнить и применять. Доподлинно неизвестно, почему русские решили называть этот символ собакой. Однако есть две гипотезы. Первая связана со старинной игрой. Вы, наверное, в такую еще не играли, и я не играл, но она была. Игра называлась Adventure, что переводится как приключение. Сейчас, кстати, это целый жанр. В ней нужно было путешествовать по лабиринту, сражаясь с разными малоприятными подземными тварями. Поскольку игра была текстовая, сам игрок, стены лабиринта, также монстры, и все-все-все обозначалось различными символами. Стены были построены из знаков восклицания, плюсов, минусов. Игрока в Adventure сопровождал пёс, которого можно было посылать с разведывательными миссиями. Обозначался он символом собака. Ну, нет, это сейчас собака, а на самом деле это коммершал акт. Возможно, именно благодаря этой ныне забытой компьютерной игре в России укоренилось название собака. Но это еще не все. Есть и другая версия. Данный символ первые советские пользователи компьютерных сетей могли видеть на эмблеме Фидонетта. Это, если что, международная любительская некоммерческая компьютерная сеть. Так вот, на эмблеме этой сети была изображена собака, у которой этот знак находился в середине морды и выполнял роль носа. Ну и последний на сегодня вопрос. Почему люди чокаются? Откуда взялась данная традиция? Для того, чтобы узнать корни этой традиции, нам нужно обратиться в барабанная дробь к истории. Кому же еще? Изучайте историю, ребят, это интересно. Так вот, в античные времена, да и в средние века, и даже в новое время, европейские правители и аристократы боролись за власть и место в обществе. Разумеется, для этого использовали самые различные методы. Многие, например, представители династии Борджио и Медичи травили неугодных им людей чуть ли не на регулярной основе. Вот времена-то были. А как можно было проще всего отравить человека? Конечно, незаметно подсыпать ему отраву в вино. Использовали для этого массивные перстни, полые внутри. В потайное отделение насыпали яд, а потом хитрым движением открывали его, и яд оказывался в бокале с вином. Нередко сильно действующий отравленный порошок прятали под ногтем и тихонько высыпали его в кубок. Чтобы избежать убийств, при дворах королей была введена традиция чокаться бокалами перед началом пира. Но прежде сам хозяин выпивал из большого кубка и только затем разливали по бокалам гостей. А затем они так сильно чокались бокалами, что вино выплескивалось и попадало в другие бокалы. Если в каком-то был яд, то под угрозой оказывались все. И чем сильнее бокал одного человека стукался о другой бокал, тем сильнее было доверие между этими людьми. Иногда могли предложить обменяться бокалами. Те, кто ничего дурного не замышлял, охотно соглашались сделать это. А вот отравители отказывались. На чем и погорали. Долгое время традиция чокаться была лишь у знати. Простолюдины просто-напросто не понимали, зачем чокаются бокалами аристократы. Травить-то друг друга в низших кругах общества было как-то не принято. Нож под ребро был как-то надежнее. Но со временем эта традиция все-таки перекочевала и к крестьянам, и к простым горожанам. А на Русь эта традиция наверняка проникла с приезжими из европейских стран купцами и послами. Интересно, что в России эта традиция быстро обросла множеством примет, сулящих как хорошее, так и плохое. Но это уже, как говорится, совсем другая история. Вот и все на сегодня. Ставьте лайки, желательно 15 тысяч. И следующий выпуск этой рубрики не заставит себя долго ждать. Заранее спасибо. Переходите по ссылочке на кэшбэк. Это действительно поможет мне с развитием канала, ведь с рекламодателями у меня действительно туго. Вот, устанавливайте расширение. Ну, мне это действительно поможет, потому что у меня будут дальше брать рекламу. А также подписывайтесь на канал, если до сих пор не подписаны. Этим вы мне очень поможете. Опять же, заранее спасибо, ребят, сколько я без вас делаю. Ну, а с вами был Лур. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok